Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Традиционно по вторникам в прямом эфире с вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! У нас прямой эфир, напоминаю нашим телезрителям, телефон в студии 202-11-22. Звоните. Я знаю, у нас были звонки в прошлый раз, не всем удалось попасть в прямой эфир. Возможно, вы сможете перезвонить нам сегодня, связаться с нами и задать свои вопросы. Да, звоните. Давайте, может быть, какую-то обратную связь. Мы по-прежнему сферой наших интересов и сфера нашего разговора являются вопросы психики, вопросы психологии, души, не побоюсь этого слова, попытка эти вопросы как-то в одном пространстве передачи обсуждать. Хотя, еще раз, наверное, вспомню, напомню, что нынешнее время таким образом сконструировано, и мы его все конструируем, что между различными сферами жизни очень серьезно стираются границы, и часть сил уходит на поддержание этих границ. Что я имею в виду в применении к нашей передаче? Например, на этой неделе, ну, по-прежнему поступают вопросы, вот, приходят люди или звонят в попытке записаться на консультацию, и мы к вам. Нам нужен психиатр, психотерапевт, психоневролог. Кто же вам нужен? Я спрашиваю. И вот мы выясняем, специалист, который назначает медикаменты, человек, который разговаривает, врач, который разговаривает, психотерапевт, о чем психотерапевт отличается от психолога, а где они принимают и так далее. И в этом плане, конечно, можно запутаться, но мне кажется, что наша передача, по крайней мере для меня, наша передача посвящена сути. Мы попробуем эту суть ухватить. Суть того, что у людей есть эмоциональные, ментальные, как сейчас принято говорить, душевные какие-то расстройства, проблемы, болезни, их тоже не всегда можно категорически в какие-то рамки определить. Есть пример, может быть, таким. Мои пациенты, которые потом ко мне приходят, приходят в психоневрологический диспансер с расстройствами настроения, приходят к психиатру и жалуются на сниженное настроение. Психиатр говорит, ну, вы не наш пациент. И что это значит для человека? Что у него нет депрессии или каких-то депрессивных расстройств. Алексей, первое у вас. У нас звонок. Да, замечательно. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Представьтесь, пожалуйста, как вам можно обращаться? Меня зовут Екатерина. Угу. Хорошо. С чем позвонили? У меня вопрос, ну, к доктору, к вам. Наверное, больше к доктору, все-таки. Да, Екатерина. Сложность моя состоится в том, что я переехала довольно-таки давно уже. Вот. Но проблема для меня состоит в том, что я не могу найти близкие, дружеские отношения. А получается, в них нуждаюсь. А эта ниша очень занятая. В общем, в таком очень тревожном и болезненном состоянии из-за этого нахожусь. А что такое, Екатерина, а что такое близкие, дружеские отношения? Мне просто в голову пришел, ну, я не знаю, из мультика Чебурашка, который искал друзей. Ну, вот был занят какой-то похожей проблемой, нет? Нет. Друзья уже есть. Они уже как укорены, уже проверены временем. И очень, как бы, по этому поводу как раз и состоит то, что нехватка именно их, потому что вообще, ну, складывается очень редко. Вот. Как хотелось бы. Это не как-то было раньше, то есть. Ага. То есть, какие-то празднования, непразднования, ну, то есть, каждый раз, когда сталкиваюсь с этим, погружаюсь в очень такую, ну, не депрессивную, но очень печальную историю. Еще спрошу, Катя, ну, может быть, такой вопрос неожиданный, ну, откройте. Зачем нужны друзья, Катя? Ну, на ваш взгляд? Ну, для меня это, ну, это и отражение меня, и, ну, если касая моих близких подруг, разделение, что чего-то радостного, не только грустного, но и радостного, совместного чего-то. Как-то. Ну, вот, наверное, для этого мне нужны друзья. Подруги, близкие. Я тоже задам вопрос, если позволите. Катя, скажите, пожалуйста, для себя вы как-то определяете, в какие моменты в вашей жизни вы чувствуете наиболее остро вот эту нехватку друзей? Когда вам хочется поделиться своими какими-то, может быть, тревожными, грустными переживаниями или, наоборот, разделить радость, когда хочется рассказать о каких-то событиях, возможно, в семье вашей происходящей, с кем-то, ну, как, попереписываться в соцсетях? Ой, как раз, так, поначалу мне было сложно, потому что мне тяжелые моменты как бы хотелось делить, но сейчас я все-таки ловлю себя на мысль, что мне нехватка как раз в радостных переживаниях, ну, то есть, это празднование праздников, каких-то совместных встреч. Ну, вот, 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 вот из-за этого становится трудно, потому что, как оказалось для себя лично, что мне не с каждым, видно, вот, хочется это разделить или не так я это ощущаю, ну, в общем, в этом сложность, потому что мы и люди есть, и хорошие люди, но вот именно то, что как-то или не соприкасаемся так, или все-таки настолько они меня затмевают, ну, в общем, вот в этом и сложность у меня. Ну, вот, ну, вот в чем, Кать, можете продолжить эту мысль? Вот, я, откуда бы вы ни переехали, я думаю, ну, вот сейчас слушаю вас, я думаю, неужели в Самаре закончились хорошие, милые, добрые, внимательные люди? Или, или действительно закончились, или, ну, вы говорите, вот, они есть, но и какая здесь сложность прийти друг к другу на чай или как-то обменяться какими-то совместно, праздник? Ну, наверное, дружба это что-то такое, что строится, да, как в, ну, в том же самом мультфильме, по-моему, да, мы строили, строили, наконец, построили, но дружбу построили. Вот, в Самаре недостаточно людей для дружбы, мы не годимся, мы как город. Нет, ни в коем случае, и они есть, я, наверное, говорила, мне показалось, что я об этом сказала, что вот эта вот часть, она как-то занята, что ли, и, ну, как бы. А что, что значит, да, что значит занято, как, как это представить себе, там ограниченное количество стульев, на которых сидят друзья? Ну, возможно, но как-то объяснить, что, не знаю, что ты не соприкасаешься настолько близко, или что-то это вот, и нет доверительности такой, или страшно сблизиться. Ну, в общем, проблема, наверное, в коммуникации у меня, вот, потому что нет, общение-то есть, и с людьми общаемся, и довольно-таки комфортно, но вот именно вот, тоска вот эта, наверное. То есть, поблизости, подругам, которые пережили, и которые только события прошло, ну, то есть я не в каждой могу так в любой момент позвонить, что-то рассказать, или пригласить, или пойти куда-то, ну, то есть... Катя, да, вы частично ответили, хотела спросить, вы сами проявляете инициативу, приглашая каких-то людей к себе, вот предлагая им, ну, перешагнуть за грань вот этих приятельских отношений, чтобы они перешли в дружеские, когда можно и пережить вместе какие-то события, и обсудить, возможно, какой-то жизненный опыт? Приглашала, но столкнулась с тем, что мне бывает не всегда комфортно и не всегда интересно, вот, как-то, я недополучаю от того, что таких позитивных на такие моменты, чтобы вот я прям... Ну, это я вот сейчас, мы пойдем, может, анализов к такому пришла, ну, в общем... Так, и, может быть, тогда мы еще раз попробуем для нас, для всех, для всего города, или для нас троих, для тех, кто слушает, ну, сформулировать тот вопрос, над которым нам стоит подумать? Почему стоит сложность в коммуникации, думаю, вот так, если коротко, коммуникации с новыми близкими, знакомыми, или почему-то откат это отдельно по сторонам? Угу. 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 Спасибо. Спасибо, Катя. Спасибо, Катя. Я вот что хочу сказать. Вот тем, кто, может быть, слушал сейчас, кроме нас с вами, Елен, может быть, кто-то откликнется и позвонит со своей версией, со своим каким-то предположением, о чем говорит Катя. Мой призыв, он может показаться кому-то поверхностным, ну, Катя прозвучала, там, 10 минут, может быть, в нашем эфире, что-то сказала, что-то не сказала, и, возможно, слушающие люди скажут, да вообще мало что понятно, мы не знаем Катю и так далее. Спасибо. Хочу сказать, что это данность профессии, по крайней мере, психолога и психотерапевта, что мы всегда работаем в ситуации недостатка информации. У нас всегда информация неполная, даже если мы годами будем собираться с человеком, расспрашивать его, записывать, плодить томы о его жизни, все равно всей той информации, всего того объема, который мы могли бы собрать, мы не соберем. Поэтому мы всегда действуем, живем и помогаем, а я надеюсь, мы помогаем в ситуации недостатка информации. Катя сказала, Екатерина сказала столько, сколько сказала. Может быть, у кого-то из вас есть какие-то мысли, что она хотела сказать, о каких друзьях или о чем идет речь. Вот такой какой-то призыв. А может быть, кто-то готов поделиться теми чувствами, которые он испытывал, когда слушал историю Кати. Это может нам помочь? Я думаю, что да. Я думаю, что... Вот, может быть, я не зря вспомнил Чебурашку. Очень люблю этот мультфильм и этого персонажа. За откровенность, в первую очередь, да, за какую-то определенную чистоту и непосредственность. Да, я ищу друзей, и я об этом говорю, и подхожу, и спрашиваю, ты будешь моим другом или не будешь, да, и что нужно, чтобы дружить. И, может быть, за этой наивностью стоит какое-то желание освоить этот мир, найти своих людей, но там не люди, да, там персонажи, да, своих каких-то близких для себя людей. И, вроде бы, Катя говорит о том, что... Уж извините, я так на Катю перешел. Екатерина, Катя. Екатерина говорит о том, что у нее есть опыт дружбы, но у меня все время, когда я слушал, было впечатление, что это не только про дружбу, а вот... Я так слышала это про утрату. Даже больше про утрату. И, ну, Катя говорит, тоска, да, тоска по какому-то прошлому. И, не знаю, как версия, гипотеза, все, что новое появляется в Катиной жизни, в жизни Екатерины, да, я тоже перешла на Катю, оно меряется через призму вот того прошлого опыта. Ну, в принципе, наверное, мы так и существуем в жизни, но что-то там в опыте Кати мешает ей принять это новое в свою жизнь. Может быть, оно будет... Не может быть, оно наверняка будет другим. Под копирку не найдешь себе таких подруг. Что? Попробовать увидеть какую-то интересную искру в другом человеке? Ну, наверное, наверное. За тоской вообще... Вспомните ведь, тоске в художественной литературе очень много уделяли внимание. «Грусть, тоска меня снидает, одолела молодца, видеть я бы хотел, ну, кого-то в данном случае, а кого хочет видеть?» И он летит комариком, да, чтобы куда-то, куда готова лететь Екатерина, что она или кого готова увидеть. Вообще идея, ну, не идея, а вот это переживание тоски, я сейчас подумал, вы говорили по прошлому, сколько... Я вот знаю, вы готовите в телестудии, в СМИ вот эти вот материалы... Алексей, у нас звонок. Да, я коротко, материалы по поводу космоса. Не отключайтесь, пожалуйста. Это же тоже ведь тоска, мы туда... Мы что, тоскуем по каким-то... Вот я сейчас заразился какой-то тоской, да. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня совершенно другое, вот так, понимаете, вот это важность. То есть у меня когда-то болел СМИ, у меня вот сейчас я была очень много друзей, и с тобой он с СМИ очень живет болен, уже 50-й год. И вот сейчас, когда я вижу, общаюсь с друзьями, я наоборот от них ухожу. Они живут полной жизнью, у них и все, да, они совершенно в другом смотрят на жизнь. А у меня вот это вот важность, вот это все. Ну, понимаете, когда я живу больной, ты же остеешься, ну, ну, что это такое? И поэтому я вот от одиночества, я наоборот его ищу, это одиночество. Это моя боль. Не знаю, какую я после этого есть. Ведь я люблю одиночество, я люблю одиночество, а потом просто так, не тащить, не ухать. Я не знаю, вот как-то наyszке положительности, как-то вот, ну, как-то так вот, я делал сюда сегодня. А я стала. Ну, старает тут уже смотрят на把它 и отправят. Ну, то, поэтому я не буду придать. Ну, это выб banned. Очень плохая связь. Будьте добры, как вас зовут? Я за вас звонила, Людмила Алексеевна, я уже тоже мой человек. Людмила Алексеевна, да. Людмила Алексеевна, вот сейчас, когда вы говорили... Людмила Алексеевна, вклянусь, отойдите, пожалуйста, подальше от телевизора, тогда связь будет лучше, мы вас будем лучше слышать. Или, может быть, как ну... А я по привычке сейчас психологизировал этот весь момент, я думаю, не без оснований. Вот когда Людмила Алексеевна говорила, и мне было плохо слышно, я полагаю, что и нашим телезрителям было не очень хорошо слышно, а Людмила Алексеевна продолжала и продолжала говорить, вот для меня это стало буквально метафорой помех в коммуникации. То есть, и так много эмоций, так много желаний что-то сказать у Людмилы Алексеевны, такой голос, рвущийся из одиночества, и голос все время в помехах. И я себя ощущал двойственно. С одной стороны, мне хотелось где-то сказать, подойдите к окну, или там еще отойдите от... Чтобы получше услышать. Да, чтобы получше было... То есть, это какие-то помехи такого... И Людмила Алексеевна об этих помехах начала говорить. Да, дело не в телефоне, а дело в данном случае как будто в том, что сын стал тем самым телефоном, который так сильно фонит, что создает помехи в коммуникации с другими людьми. То есть, наличие сына в жизни стало, ну, по крайней мере, по словам Людмилы Алексеевны, по вашим словам, стало тем самым фактором, который сделал этот разговор неспособным. Так ли это? Мне очень хочется об этом, может быть, поговорить. Да, я так думаю, что основное вот это вот как камень, как волнение, что ли так его назвать, это ребенок. Когда у меня случилось, я думаю, моя принятница, действительно, лучше бы он в Эмбер. Понимаете? Вот это у меня уже первое, что меня оттолкнуло, у меня ребенок, классный, второй. Поэтому, и потом постепенно, в год, два, в год, в год, в родительстве, помнили, потом телефонные звонки, потом раз, вот, я вспоминаю. И вот это, вы знаете, оно как-то, ну, угнетает. Мне кажется, что это неистерно, и, в общем-то, если когда вижу меня сразу, то, что в празднике, то меня лучше, мне одиночка. И только, ну, с моими мыслями, со своими, нет, я очень люблю стихи, я очень люблю, то есть, читаю много, ну, в общем, вот так вот, так постепенно. А иногда такие, вот, извините, в основном, естественно, такие, кто-то не мог сказать, спасибо вам, в общем-то, у вас желание. Спасибо вам, Людмила Алексеевна, что вы звоните. Для меня это как раз такое, ну, наверное, проявление, предполагаю, вашего желания все-таки этот контакт с окружающими, в данном случае, с нами поддерживать. Я чувствую, что откликаюсь, и я бы продолжил этот разговор, ну, и сегодня по поводу сына, и, может быть, в следующий раз. Вот в каком смысле. Вы задеваете очень важный вопрос, мы его недавно обсуждали с коллегами, мы его регулярно обсуждаем, всплеск обсуждений приходится на нашу конференцию, где мы говорим о помощи родителям с детьми, с ОВЗ, с инвалидностью, с особенностями здоровья и так далее. Эта тема проблематизирована хотя бы с той стороны, что к этим детям и к родителям нужно как-то относиться. Эмоций очень много по поводу детей с нарушениями. Это эмоции страха, это эмоции ужаса, это эмоции вины, это эмоции злости, это фантазии о небытии, причем... Обессилии. Обессилии и так далее, да. И получается так, что если в общении, в разговоре эти переживания, этим переживаниям не будет как-то уделено время, ну, родители друг с другом общаются, то тогда это будет фальшиво. Я думаю, что тут вы абсолютно точно это словили. Если это будет упоминаться, когда родители говорят о своих детях, они, безусловно, говорят, приходят к одним логопедам или приходят к нейропсихологам, психиатрам, вот пока их дети там где-то получают помощь, родители сидят и переговариваются. Вот. Если они будут говорить только о том, что их гнетет и о какой-то своей невозможности, они могут утонуть в этих чувствах. И иногда эти разговоры тоже заканчиваются. То есть это очень тонкая тема, но вполне себе возможная для присутствия в этой теме, я имею в виду для разговора. Да, там много эмоций, которые, может быть, пугают людей, у которых нет таких детей, у которых нет таких родителей, у которых нет таких братьев и сестер, у которых нет таких соседей и так далее. Которые никак, в общем... И, наверное, какое-то обыденное, что ли, рефлекторное реакция первая, я, может быть, поправьте меня, первая реакция, ну, это как-то немножко отстраниться, да, вот пройти мимо, пройти стороной. Хотя я вижу, как много людей, которые в это вовлекаются, в это я имею в виду, в вопросы помощи, в вопросы волонтерства, вопросы, ну, подойти, узнать, спросить, чем... Вот Елена в прошлый раз приводила пример, как родители звонят в магазин и предупреждают о приходе своего ребенка с особенностями какими-то, да, с просьбой ему помочь. Да, сейчас придет мой сын или дочь, помогите, пожалуйста, ему разобраться. Да, это способствует и социализации, и так далее. Это очень непростая тема. Вы абсолютно точно этот нерв обнажили, в ней очень много изоляции, и, ну, к сожалению, наверное, друзья... Я сейчас не берусь их судить, не вижу это какой-то своей задачи, говорить, друзья они или не друзья. Я думаю, что это не тот вопрос. Но, к сожалению, жизнь человека очень сильно начинает, ну, как, к сожалению, по факту она начинает очень сильно меняться. Жизнь семьи, жизнь супругов, да, мы знаем об этом, мы об этом говорим, вот, но она меняется не в безнадежную сторону. Вот, поэтому... Поэтому вот такой момент. А если сейчас, я думаю, рассудить, почему Людмила Алексеевна позвонила вслед за Екатериной, как связаны эти две истории, то вот, Елена, что вы думаете по этому поводу? Связаны они или нет? Потому что звонок случился, ну, как будто в контексте. Хотя Людмила Алексеевна и сказала, что это все, ну, так сказать, я по другому поводу. Я думаю, что они связаны, конечно же, потому что мы попросили обратной связи, и Людмила Алексеевна нам дала обратную связь, свою. Она рассказала свою историю и сказала, что вот бывает еще и так. Но для меня общими моментами стало... Мы в истории Екатерины начали подбираться к некому препятствию, которое мешает ей почему-то общаться и вступать в близкие доверительные отношения. Да, но мы пытались найти это препятствие в прошлом, вот про тоску говорили. И Людмила Алексеевна говорит, что у нее... Ну, так получилось. История с сыном становится препятствием перед общением с окружающими. Да. Да, я хотела тоже момент отметить. Когда Людмила Алексеевна рассказывала о себе, у меня возникло ощущение, что она ограничивает свои контакты и вот рассказы о самочувствии сына, там, с близкими или вот с друзьями, чтобы, ну, не обижаться на них, что ли. Потому что она вот слышит неискренность какую-то, да, формализм, возможно, в этом общении, чтобы вот лишний раз не обижаться на них. Но, Елена, с одной стороны формализм, а с другой стороны вот эта фраза лучше бы, как там, он умер, да, или лучше бы... Ну, это же очень, ну, раннейшая, очень болезненная фраза, да? Да, и вот через эту фразу, так как тоже Людмила Алексеевна ее озвучила, я хотела спросить, ну, как-то у нас обсуждение пошло немного в другую сторону. Влияет ли эта фраза на взаимодействие с другими людьми? То есть допускает ли она, что и они, возможно, думают точно так же, но вслух не озвучивают? Ну, мы, может быть, у нас будет возможность спросить то, что спросить, а то, что вы сейчас задали вопрос, а я... У нас не так много времени до конца передача. Ну, да, я чувствую, спасибо. Я подумал вот о чем. Сегодня две этих истории, я их не сваливаю в кучу, но ищу какие-то параллели в надежде, ну, то есть понимая, что они как-то связаны, предполагая, что они как-то связаны и там и там речь идет о каких-то препятствиях для установления контакта. Являются ли препятствия препятствиями? Поясню. Иногда препятствия, иногда что-то, что мешает, ну... То есть это может быть не препятствием, а наоборот, возможностью? Нет, что вам помешало сегодня приехать навстречу? Ну, потому что мне помешало то, что в городе были пробки. Пробки ли были помехой для того, чтобы приехать навстречу? Или пробки только, ну, как это сказать, были поводом? Или я сам хотел, чтобы были пробки? Я по каким-то причинам, есть, возможно, что-то другое, да, что мне препятствует. Вот, я думаю, что дело может быть не столько в переезде, я возвращаюсь к этим историям, и не столько в ребенке, сколько еще в чем-то, а эти моменты, ну, оформили ситуацию, можно так сказать, да. Вот, и... Именно поэтому, может быть, ответы не лежат на поверхности, именно поэтому Екатерина, наверное, ищет ответ на свой вопрос, почему так происходит, почему ее тянет туда, в это прошлое, а Людмила Алексеевна, кажется, в прошлое не тянется. Вот, существует в таком, в каком-то достаточно эмоционально заполненном одиночестве безнадежным. Но при этом, Людмила Алексеевна, когда она в прошлый раз звонила, у меня были такие переживания, ну, и определенную грусть я испытывала, что вот, где-то там, по другую сторону экрана женщина вот в данный момент находится в такой ситуации. Сегодня тоже это сопереживание ей осталось, но когда она сказала, что у меня есть увлечение, я там книги читаю, фильмы смотрю, что-то еще делаю, это дало какую-то надежду, что она все равно с внешним миром взаимодействует, какой-то контакт у нее есть. Ну, звонит в передачу. Нам звонит. Может быть, мы тоже становимся частью увлечения общаться с нами. Звоните, Людмила Алексеевна, мы всегда рады слышать, готовы отвечать на вопросы. Готовы отвечать, да. Время нашей передачи подходит к концу, пора заканчивать. Что-то скажете? Буквально пару слов. Хочу поблагодарить звонивших. Хочу сказать о том, что призвать звонить нам снова, обсуждать. Спасибо, всего доброго. Звоните. Всего доброго. До свидания. До встречи.